Привет, друзья! Вы на канале в поисках золота и старины. Меня зовут Дмитрий, если кому-то надо. На моём канале много чего интересного. Я сам копаю заброшки, магнит, цены, клады, да всё много чего. Хе-хе, да всё много чего. О, сказал умный. А сегодня у нас будет ролик из той песни, что я вам обещал. Чего обещал? Кто-то спросит, чего это нам обещал? Так, ролик. Вторую серию о игрушках СССР. Не просто о игрушках, а о новогодних. Потому что у нас на носу что? Правильно, Новый год! Хе-хе-хе. Новый год это круто, но потом после него большой кубик на прессе. Хе-хе. Так что смотрите, сколько стоят игрушки СССР. И первая игрушка у нас это настоящий колдун. Да-да, именно колдун Байбур Хамут. Почему так? Да потому что так назвал свой лот продавец. Ему беднее. Материал стекло и металл, но это справедливое состояние. Оценивайте по фотографиям. Никакой реставрации не было. Никаких дефектов в плане трещин, царапин глубоких нету. Только есть незначительные потертости, так сказать, от времени. За таким колдуном следило 35 человек. И было сделано 30 ставок. И в итоге такая елочная игрушка продана за 1502 гривны. Это у нас 56 долларов. Или 3268 рублей. Следующая игрушка это у нас Людмила из сказки Пушкина. Да-да, именно Пушкина. Это у нас игрушка времен СССР. Кто не знает, кто такой Пушкин, позор вам. Забейте в гугл и посмотрите. Материал стекло. Состояние оценивайте по фото. Никакой реставрации не было. Но там где дефекты, продавец уточнил, что есть небольшой скол на трубочке. Но его за прищепкой не видно и на внешний вид не влияет. Так сказать, то заводской брак. Да, игрушка это 50-х годов. За такой Людмилой следило 15 человек. И сделали они 32 ставки. И в итоге такая елочная игрушка продана за 837 гривен. Это у нас 31 доллар. Или 1800 рублей. Смотрите, какая подставка. Подставка для чего? Правильно, для елки. Дерево такое. Материал чугун. Состояние оценивайте по фотографиям. Но терзают меня смутные сомнения, потому что это, мне кажется, не СССР. Почему? Да вы посмотрите, какая надпись на этой подставке. У нас в детстве была просто крестовина из дерева. Или в ведро, или в баночку с зерном. В описании продавец уточнил. Материал чугун. Литье. Высота 22 сантиметра. Ширина 28 на 28. Вес такой подставки 4 килограмма. За ней следило 60 человек. И была сделана 81 ставка. И в итоге продана она за 8 тысяч 10 гривен. Это у нас 296 долларов. Или 17 тысяч 225 рублей. Ого-го. Друзья, а кому на чего похоже? Не знаете? Да это же фасоль. Да-да-да. Именно фасоль. Класс бобовых. А если серьезно, фасолина из мультфильма Чиполина. Материал стекло и железо. Состояние оценивайте по фотографиям. Никакой реставрации, трещин, скола, всего такого нет. За такой фасолинкой следило 22 человека. И было сделано 18 ставок. И такой боб продан за 1805 гривен. Это у нас 67 долларов. Или 3881 рубль. Вот так-то. Раньше елку украшали не только игрушками, а и открытками. Да, друзья, были специальные открытки. Вот такие, как эта старая елочная открытка. Материал, бумага, состояние неплохое. Так оценил продавец. Никакой реставрации и всего такого не было. Все дефекты пытался показать. Смотрите внимательно. За такой елочной открыткой следило 12 человек. И было сделано 22 ставки. И в итоге продана она за 398 гривен. Это у нас 15 долларов. Или 856 рублей. Лично вот таких вот игрушек я не видел никогда. Подавец назвал свой лот так просто. Две игрушки. Материал стекло. И все, что на фотографиях. Состояние неплохое. Реставрации всего такого не было. За такими двумя игрушками следило 8 человек. И сделали они 15 ставок. И в итоге такой лот продан за 446 гривен. Это у нас 17 долларов. Или 959 рублей. Смотрите, какая красивая и необычная игрушка. Шар с петухом. Кто-то скажет, а чего необычного? А обратите внимание, какое толстое стекло на игрушке. Я такого не встречал. Состояние по фотографиям. Реставрации не было. За такой толстой игрушкой следило 20 человек. И было сделано 43 ставки. И в итоге продана она за 1003 гривны. Это у нас 37 долларов. Или 2156 рублей. Ну, вдогонку и еще одна птица. У нас елочный шар, а на нем лебедь. Материал стекло и металл. Состояние новое. На елке не висело ни разу. Так пишет продавец. Реставрации никакой не было. Так же, как и дефектов. За такой новой игрушкой следило 14 человек. И сделали они 9 ставок. И в итоге продана она за 584 гривны. Это у нас ровно 22 доллара. Или 1255 рублей. Кто-то спросит, а как узнать, какие игрушки стоят денег, а какие нет и вообще какие они бывают. А вот, смотрите, человек продавал просто целый каталог. Назвал свой лот так. Гид-каталог елочных украшений. 1900-1970 года. Оригинал 100%. Материал плотная глянцевая бумага. В твердом ламинированном переплете. Состояние новое. Никто даже не листал. Почти в описании указал, что состояние просто... За таким каталогом следило 49 человек. И было сделано 36 ставок. И в итоге продан он за 2095 гривен. Это у нас 78 долларов. Или 4505 рублей. Были и вот такие вот игрушки. Какая необычная. Мишки на качеле. Игрушка времен СССР. Материал стекло. Также продавец уточнил, что мишки держатся слабенько. Надо бы подклеить. Но он ничего не делал. Пускай это делает новый владелец. За такими мишками следило 17 человек. И сделали люди 29 ставок. И в итоге продана такая игрушка. За 580 гривен. Это у нас 21 доллар. Или 1247 рублей. И опять старая чугунная подставка для елки. Смотрите, чуток похожа на ту. Но не такая нарядная. Материал чугун. Состояние хорошее. В такой подставке всего пару елок стояло. Наверное. Реставрации никакой не было. Размер 28 на 28. Высота 22 сантиметра. Вес похожий на ту 4 килограмма. За такой подставкой сидело 50 человек. И было сделано 97 ставок. И в итоге такая подставка продана за 6 тысяч и 9 гривен. Это у нас ровно 222 доллара. Или 12 тысяч 922 рубля. А вот смотрите какая гирлянда. Но это не СССР. Это старая елочная гирлянда. Свеча Германия. 70-е годы. Материал разный. Но тут справедливо. Состояние рабочее. Смотрите все на фотографиях. Никакой реставрации. Всего такого нет. Включили. И вы просто в раю. За такой гирляндой сидело 12 человек. И было сделано 40 ставок. И в итоге такая гирлянда продана за 970 гривен. Или 36 долларов. Это у нас 2086 рублей. А вот такая игрушка. Помню когда-то была у знакомых. Но увы ее раздавили. Елочная игрушка. Старичок охотник. Материал стекло. Состояние неплохое. Так пишет продавец. В описании добавил. Дедушка в хорошем состоянии. Без сколов и трещин. Надеюсь это он про игрушку. А не про своего деда. За такой игрушкой сидело 5 человек. И под конец торгов была сделана всего лишь одна ставочка. И такая игрушка продана за 350 гривен. Это у нас 13 долларов. Или 752 рубля. Лично у меня нет ни одной игрушки СССР. Кроме звезды. А люди есть продают просто кучей. Смотрите набор новогодних игрушек. Материал соответствующий. Состояние хороший. Никакой реставрации и всего подобного нет. Игрушки как на прищепке, так и на скобке. Смотрите внимательно на фотографии. За таким ящиком игрушек следило 14 человек. И было сделано 35 ставок. И в итоге лот был продан за 1624 гривны. Это у нас 60 долларов. Или 3492 рубля. А вот такие игрушки я помню. Мы чего-то подобное делали в школе в начальных классах. Ампулка, проволока и вперед. Материал свойственный состояния БУ. Внимательно смотрите на фото. Никакой реставрации не было. За такими игрушками следило 18 человек. И было сделано 33 ставки. И в итоге такой лот продан за 990 гривен. Это у нас 37 долларов. Или 2129 рублей. И последний лот на сегодня с интересным названием. Укутыш. Вот как барышня закуталась-то от мороза. Материал, стекло и прищепка. Состояние без сколов и трещин. Никакой реставрации не было. Но есть незначительные потертости. Все пытался показать, чтобы вы были в курсе того, что покупаете. За таким укутышом следило 17 человек. И было сделано 29 ставок. И в итоге такая игрушка продана за 920 гривен. Это у нас 34 доллара. Или 1978 рублей. Ну что, вы теперь в курсе. Сколько стоят игрушки СССР. Да, и дружеский совет. Ничего не выбрасывайте. Если вам чего-то осталось от дедушки и бабушки. Это ведь память. Не надо его нести на мусорку. Лучше в коробочку и на чердак. А вдруг оно вам когда-нибудь пригодится. Да, друзья. Чего я делаю в лесу? Не, не елку тырю. По грибы приехал. Потому что у нас осень была сухая. А это пошли дожди. И вдруг будут грибочки. Мы уже насобирали где-то с пол ведерка маслят. Еще чуток покружим. Походим, подышим. И будет картошечка жареная. Ох, или бля картошечка с грибочками. Спасибо всем, кто смотрел. Возникнут вопросы, пожелания. Пишите, обо всем поговорим. Птица злой полетел. До новых встреч на канале. Пока-пока. Видео про коп будут еще. Много наснимал. Как бы смонтировать все только. Пока. Ага, вот смотрите. Один маслюк. И мы так шли-шли-шли. И второй маслюк. Масляк. Какая разница. И мы так шли-шли-шли. Пока-пока. 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 Продолжение следует...